Первым, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «За уж хоплак и мёртвых, разбивая молнии». Сегодня у нас, пожалуй, шикарная тема – «Самый лучший в мире антидепрессант». Фактически, мы продолжаем разговор о том, какой антидепрессант самый лучший в России, теперь в мировом масштабе. Дело в том, что, конечно же, все эти вопросы, какой антидепрессант самый лучший в мире, они очень муссируются на Яндексе, вот есть такой «Доктор Шуров», много о нём рассказывали, смотрите, у нас есть плейлист, называется «Шарлатан доктор Шуров», клиника Василия Шуров «Первый шаг», ну, как бы свои списки, ну, и это какое-то, ну, задаёт, в общем-то, такое направление для нашего анализа тоже, то есть, как бы к нам обращаются, ну, а в мировом масштабе, Василий Иванович, совладаешь? Нет, говорит Василий Иванович, не сумей языков, не знаем, мы знаем, поэтому, я думаю, мы совладаем. Тем более, обратите, пожалуйста, внимание, что наши зрители очень и очень умные, и на вопрос, какой самый лучший антидепрессант в мире, ответили тот, который будет лучше всего подходить данному больному. Это действительно так. Другое дело, из чего нужно выбирать, и какие антидепрессанты есть в мире, какие антидепрессанты, каких нет у нас, вот это нужно всё совместить, для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Итак, сегодня мы будем рассказывать, пожалуй, впервые достаточно подробно об антидепрессантах, которые у нас есть, антидепрессантах, которых у нас нет. Часто от нас это требует, отказываясь от этого. Ну, берём, например, какой-нибудь сайт, где рассказывается о самых наиболее востребованных препаратах, ну, там совершенно разные препараты, вы же понимаете, и выделяем из них группу препаратов, которые называются антидепрессантами. Самое интересное, что фактически, за исключением трёх препаратов, всё это есть в России, трёх препаратов нет в России, поэтому на самом деле всё хорошо работает, наш подход с нашей классификацией антидепрессантов работает даже в мировом масштабе очень-очень хорошо. Итак, у нас антидепрессанты делятся на антидепрессанты по названию, по названию и механизму. Вот антидепрессанты по названию, с полезными механизмами, это, конечно, селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Говорили о том, что их с натягом можно назвать антидепрессантами, но это селективный ингибитор обратного захвата серотонина, или S антидепрессанты, большая буква, сильно усиливает активность серотониновых нейронов, они, в общем-то, хорошо подходят. Ну, например, для лечения тревоги вот эта вот гидра многоголовая, в теле которой падение активности тормозящей системы серотониновых нейронов, ударяем ей прямо в самое сердце, и тревога гастет. Но если мы подойдем к другому гидре, точнее уже не гидре, а к дракону, депрессия, падение активности серотониновой, норадреналиновой и дофаминовой системы, то тут, конечно, активности СИАЗС будет меньше. Ну, надо вам сказать, нас очень часто спрашивают, как вы относитесь к последним статьям, которые говорят о том, что дефектно-серотониновая система маловато для объяснения возникновения депрессии. Действительно маловато. Кто бог подумать. Вот данные о трех нейронах, трех нейрональных системах серотониновой, норадреналиновой и дофаминовой я слышал еще от доктора Стали еще 25 лет тому назад. Вдруг через 25, через четверть век все проснулись, действительно одного серотонина маловато. Открытие. Ну, у нас всегда в медицине открытие делается. Так вот, если мы будем говорить о депрессиях, то здесь у нас есть антидепрессанты двойного действия. Вы видите, это антидепрессанты действуют на два типа нейронов. Как всегда, все очень просто. Большая буква С – это серотониновые нейроны, Н – большая, норадреналиновая, большая означает, что эффективный механизм действия, маленькие буквы – малоэффективный механизм действия. И у нас появляется новый препарат, который называется Бупропион, он есть в мире, но нет в нашей стране. Это НД-антидепрессант. Причем, обратите внимание, я ставлю знак вопроса, потому что, если вам честно сказать, разбираться в соотношении между буквами Н и Д, нам, честно говоря, не досуг. Есть данные у нас по Бупропиону, он у нас есть, он небольшой плейлист, пожалуйста, посмотрите, там всего несколько роликов. Ну, если вы хотите, я думаю, вы получите ту информацию, которая вам, собственно говоря, и нужна. Для чего этот препарат подходит, в общем, все понятно. НД-депрессия, норадреналиновая, дофаминовая, когда у человека нет возможности испытывать положительные эмоции. Только я вас прошу, пожалуйста, помните, что очень часто люди говорят, что они не испытывают положительные эмоции, начинаешь их расспрашивать, очень надо даже испытывать. Не надо принимать желаемое за действительное. Так вот, при этих депрессиях, когда падает активность норадреналиновых и дофаминовых нейронов, конечно, куда как хорош препарат Бупропион. Ну, и есть еще два препарата, про которые мы еще толком не рассказывали, правда, про один из них уже говорили. Ну, тем не менее, откуда черпать информацию? Ну, вот на любом сайте, пожалуйста, Драгбанк, например. Куда как много информации про любой препарат и про его механизм действия. Ну, и есть такой препарат Нортрептилин, который входит в топ-200 использующих антидепрессантов в Соединенных Штатах. Это трициклический антидепрессант. Что действует на множество различных нейронов, на различные рецепторы, как и все трициклические антидепрессанты. Это не селективный. Обратите внимание, в чем отличие. Ну, кто хочет, прочитайте, пожалуйста, остановите трансляцию. Действует больше на Норадреналиновый, нежели чем на серотониновый нейрон. Ну, и еще есть один препарат, который называется Дезвенлофоксин. Этот Дезвенлофоксин на самом деле метаболит венлофоксина. В общем-то, по механизму действия на самом деле схож с венлофоксином. Так что, если мы будем заниматься антидепрессантами тройного действия, то у нас получится вот такая немножко измененная картинка. Амитрептилинами, променвенлофоксин в высоких суточных дозах, Дезвенлофоксин, ну, это СНД антидепрессанты, причем С больше, чем Н, и нортрептилин, Н меньше, Н больше, чем С. Так что, вот, собственно говоря, и вся недолго. Что это означает? Это означает, что на самом деле наш подход продолжает действовать. Мы подбираем антидепрессант под конкретную ситуацию. Если у нас, например, СНД депрессия, то можно использовать СНД антидепрессант. Неважно, в ту сторону будет знак больше или в другую сторону знак больше. Ну, собственно говоря, у нас с вами подход точно такой же. То есть, подбор препарата под конкретного человека, под его конкретную депрессию. Ну и, конечно, не забываем про переносимость антидепрессантов. Мы добавили наши категории переносимости, вы видите их 6, от худшей к лучшей категории переносимости. Мы расписали вот эти антидепрессанты, которых у нас нет. Это нортрептилин, дезвенфоксин и бупропиан. Обратите внимание, дезвенфоксин и бупропиан попали в третью категорию. Пятую худшую попал нортрептилин. Ну, в общем, это понятно, чего от него ждать этот рециклический антидепрессант. Так что, конечно, при назначении это, в общем, тоже всё нужно учитывать. Так что, к сожалению, значит, если кто-то думал, что в мире можно выбрать лучший антидепрессант, это абсолютно не так. К счастью, наши зрители не повелись. Они знают, что на самом деле лучший антидепрессант тот, который подходит данному конкретному человеку. И отлично понимают, что на самом деле в медицине главным лекарством является сам врач. Его умение оценить клинику, его умение назначить антидепрессанты. Хотелось бы, чтобы такие врачи были везде. К сожалению, таких врачей очень-очень мало. Ну, и образованных врачей вообще-то очень мало. Кстати, вот говорили недавно об образовании врачей. Так что, конечно, люди хотят, чтобы был доктор Хаус, а на самом деле приходят в больницу, а там сидит доктор Шуров, который немножко похож, мне кажется, на Петьку. Как бы то ни было, вам большое спасибо за то, что вы слушаете наши ролики. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комменты. Но хотите отблагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдете реквизитный счет. До новых встреч!